Добрый день, Владыка! Очередная наша встреча. Вопросов немало, давайте попытаемся ответить на них. И вот такой, хотел бы начать беседу с такого вопроса. Телезритель спрашивает, Владыка, как идёт реконструкция храма в монастырях? В связи с этим, есть ли какие-то ограничения в службах и неограничен ли доступ к чудотворной иконе и другим святыням для поклонения? Ну, в первую очередь, конечно, неограничено. Да, доступ для поклонения чудотворной иконе. Другим святыням, может, действительно, не все сейчас находятся. Иконы чтимые, с частицами, хотя мощей, но многие находятся. Ну, а главная святыня, чудотворная икона, к ней доступ неограничен. Ну, и расписание, богослужение обычное, как и всегда. Единственное, немножко площадь меньше. Собор, конечно, сам большой. Но сейчас третья часть собора свободна, но задействован Никольский храм. Поэтому, ну, считаю, что все желающие могут приехать и помолиться, и присповедаться, и причаститься, осветиться. Ну, и у нас еще озвучка есть, слышно, и на улице благослужение. Поэтому, считаю, что можно приезжать спокойно и получать благодать Божию. Ну, наверное, сказать, что самая большая ремонтная работа сейчас в соборе и в Ленской церкви. Ну, и в Ленской, она у нас сейчас, да, на ремонт закрыта. А в соборе, вот я говорил, третья часть свободна, уже отремонтирована почти вся. Там идут соборослужения. Вот такой вопрос. Как правильно понимать евангельские слова? Не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить. Не для тела вашего, во что одеться? Ну, здесь, так, чтобы было более понятно, нужно сказать, что чрезмерно не нужно заботиться, к сожалению, как показывает опыт, что там даже многие верующие люди думают только о том, как вот добыть пищу, одеться покрасивее и забывают о самом главном – о спасении души. А сам Христос говорил, что не одним хлебом будет жив человек, но и всяким словом, исходящим из уст Божиих. То есть хлебом душу не напитаешь, только тело. А вот о душу, чтобы человек знал смысл жизни своей, ради чего он живет, к чему ему стремиться, нужно питать душу чтением Евангелия и других душеполезных книг. Да, за тем внешним лоском, особенно в одеждах, иногда скрывается такое, что в Евангелии от Матвея есть эпизод, когда один из учеников попросил Господа позволить прежде пойти и похоронить своего отца, на что Христос Спаситель ему сказал, «Иди за Мною и предоставь мертвым погребать своих мертвецов». Какой смысл этих слов Господа? Ну, здесь ученик в смысле, что будущее апостола, который призван был проповедовать Благую Весть, Евангелие. Евангелие переводится как «Благая Весть», то есть то, что сам Бог пришел в этот мир, нашу маленькую землю по сравнению со всей Вселенной, это точка только, чтобы спасти людей, дать им смысл жизни, дать им радость жизни. И на это он должен обратить самое главное внимание. Этот последователь, если он хочет быть последователем Христа, апостолом, он на это должен обратить внимание, а уже своим родственникам предоставить возможность похоронить отца. Вот, похоже, вопрос в разной интерпретации уже не раз, наверное, раззвучал. И все-таки, как избавиться от рехов, спрашивает телезритель, что для этого нужно делать? В первую очередь, читать, углубляться в смысл Евангелия, это законы там открыты, духовные, как нам жить, чтобы быть счастливыми. Стараться исполнять эти заветы Христа, заповеди. Ну и просить Его помощи, потому что без помощи Божьей мы не сможем жить так, как хочет Господь. И хочет Он не просто ради чего-то, а ради нашего счастья. Каким образом можно отблагодарить Бога за все, за все Его благодеяния? И какую самую главную благодарность ждет Спаситель от человека? Ну, как родителей не могут дети отблагодарить за все их труды? Благодарить должны, но полностью отблагодарить не могут, тем более Бога. И вот есть такая притча в Евангелии, это сказательное поучение, где к царю был приведен должник, который был должен 10 тысяч талантов серебра. Это вот как один проповедник пояснял, ну, во-первых, ну, и там приводится еще 100 динариев, должен был ему другой человек, этому должнику. Он должник этот умолил Господа, тот просил ему, переводя на те же древние деньги в серебре, значит, 10 тысяч талантов, это 7 миллионов динариев. Динарии – это была дневная оплата за труд человека. Вот человек день по работу, ему платили за это динарии. Вот. Вот 7 миллионов динариев – это, ну, неоплатный долг. Невозможно воплотить, поэтому все мы, абсолютно все люди, живущие и жившие на земле, они не смогут отблагодарить Господа. Благодарить мы обязаны, и благодарность, она привлекает благодать Божию в сердце человека. Ну, а что ждет от нас Господь, это, конечно, жизни по тем законам, которые Он установил, и Он не просто так этого хочет, а хочет, чтобы мы были счастливы. Как соблюдая законы физические, мы не причиняем себе страданий. Допустим, захотел человеку кипяток руку опустить, родителю – это нельзя это делать, обоживаешься, будешь мучиться там, или в огонь. Как вот у наших предков дохристианских была традиция прыгать через огонь, она сохранилась в таком укороченном виде, накупали, прыгают, вроде смешно, забавно, а там смысл был такой, прыгали до тех пор, пока кто-то туда не падал, изнемогший, и не сгорал. Ну, это неразумие, чтобы оградить от нас, от этих неправильных законов, Господь установил, как Создатель, Он создал этот мир, установил законы, физические, духовные, и в Евангелии открывается, что нужно делать, чтобы быть счастливым. И вот Господь и хочет, что самая высшая благодарность нам, нашей, Ему, как любящему Отцу, это жиль по заповедям, по тем законам, которые открыты в Евангелии. Как говорил Иисус Христос, «Не судите, да не судими будете». Но слышала, что есть даже церковный суд. Нет ли здесь противоречия, спрашивает телезрительница? Ну, к разным видам людей, к простым людям, Он обращался, говорил, должны делать то-то и то-то, к начальствующим то-то и то-то. И, в частности, сам Христос говорит, судите судом праведным. То есть, не судить, да не судим, и будете это, имеется в виду, что это опасное дело судить людей. Вот просто всех судить тот такой, тот всякой, потому что мы подпадем сами осуждению. Каким судом судите, таким будут и вам судить. Но родители обязаны рассуждать и судить о поведении своих детей. Они несут ответственность и обязаны их воспитывать. А чтобы воспитывать, нужно давать оценку их поведения, правильное, неправильное. Это родители обязаны это делать. Если они этого не делают, то они убийцы своих детей. Начальствующие должны давать оценку поведению подчиненным. И тоже, если они это не выполняют, то они тоже вредят своим подчиненным, приводят к их безответственному поведению. Поэтому здесь никакого нету, говорится, какого-то противоречия. Каждый должен иметь свои. Действовать по тому, как в его среде, в его положении должно действовать. Вот такой вопрос. Грех ли слегка лукавить по работе? Здесь такая молитва «Отче наш», там говорит, «Но избави нас от лукавого». Здесь имеется в виду, я думаю, не только от главного лукавого, это сатаны, но и от лукавых мыслей, но и от лукавого поведения. Поэтому мы просим, что Господь нас от лукавства избавил, и потом грех, конечно, вред нашей душе. Телезрительница спрашивает, могу ли я отказаться от денег, которые собрали коллеги по работе по случаю смерти моей мамы? Ведь они даже не знали ее, не были на похоронах, мне как-то неудобно принимать или отнестись с благодарностью к людям и принять их денежную помощь, потратив ее, к примеру, на установку памятника. Наверное, все-таки люди приявили меру любви, сострадания, поэтому нужно их благодарить за это. Ну и нужно не забывать, что для мамы самый ответственный момент ее жизни, общественного существования, переход от временной жизни к вечной, когда Господь судит в новости суждения все поведения, всех делах, всей жизни и определяет или жизнь вечную, или муку вечную. Ну, правильно сказать, человек себя определяет своими делами, но так тоже можно сказать. И здесь очень важна забота близких, потому что уже человек вышел из тела и этим инструментом не может пользоваться для спасения своей души, только могут близкие и знавшие помочь ему. И поэтому конечно лучше бы эти деньги употребить на помощь нуждающимся, бедствующим, поставить свечу в храме, панихиду заказать или сороковство покоения, чтобы памятник это для нас нужен, покойнику памятник не нужен. Памятник это, ну, как знак нашего почтения к ближнему уважению, может, любви, ему это не нужно. Поэтому лучше, конечно, то, что ему нужно. Ему поддержка, чтобы он наследовал жизнь вечно, прошел мытарство, нежели памятники. Постоянный целезритель наш спрашивает, кого церковь причисляет к лику святых и кто такой святой? святой это человек, у которого сосуд его души и тела целостны, без дыр греховных. И так Господь установил, во-первых, устроил церковь, которой подается благодать Божия через таинство исповеди, причащение, как в этот сосуд вливается благовонная мира. Благовонная жидкость. И святой это тот, который преисполнит Духа Святого. И эта благодать, во-первых, в нем задерживается, потому что у него нет греховных дыр. Во-вторых, постоянно через молитву, таинство получает дополнительную благодать, она переливается через край. И те, кто с ним общается, тоже получают это дар. Радость внутреннюю духовную, легкость. И даже не только при жизни такие люди помогали и радовали тех, кто с ними соприкосался, но даже вот их мощи, то есть останки, мертвое тело, оно не разлагается даже в сырой земле. И люди, которые с молитвой приходят и просят помощи этого святого, получают исцеляются от разных болезней, получают разрешение в скорбях, неудовменных обстоятельствах. И когда этих случаев множество, не единичные, то церковь собирает представителей церкви эти свидетельства, помощи, и уже официально есть определенный чин, признается тот родной человек святой. Конечно, нужно сказать, что святых гораздо больше, чем признанных, канонизированных, гораздо больше, поэтому есть собор белорусских святых, собор научников, исповедников, то есть там тысячи, десятки и сотни тысяч святых, но мы знаем единицы. Тереза Лесенца спрашивает, я общаюсь с неверующим человеком, как мне помочь стать верующим, как ему помочь стать верующим? Ну, надо жить свято, жить, иметь любовь и к Богу, и к ближнему, и тогда вот эта вот любовь, сострадание, она, как и вот апостол Павел, без слов приобретает, допустим, если, ну, к примеру, муж не верующий, жена верующая, но если она не стерва, с любовью, с терпением относится к мужу, к его немощам, молится за него, и своей такой праведной жизнью, муж видит, что вот, хорошо быть христианином, и наоборот, плохо быть нехристим, вот, и он становится верующим, но если человек в храм ходит, но злоязычен, осуждает и ведет себя не по-христиански, то это только отталкивает от веры. Как относиться к тем, кто предал, просилил боль, спрашивает телезритель? Господь прямо сказал, молитесь за врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, и благотворите обижающему и творящему вам напасти. Вот как нужно, сам Бог повелевает нам, ну, в первую очередь, что мы можем, это, конечно, помолиться, со скорбью, что человек, который причиняет нам боль, он в первую очередь причиняет рану своей душе, лишает ее возможности получить благодать Божию, и как следствие он мучается. Это непременно. Осознавая это, нужно попросить Господа, чтобы он простил, сказать, я прощаю, и за это Господь наши грехи прощает. И даже там или поклонщики, если молодой человек обиженный, какая-то другая молитва. Вот так по-христиански. Среди наших телезрителей люди разного возраста, вот и в том числе и школьник. У меня в школе, да и вообще нет друзей. Мои сверстники не понимают меня из-за того, что у меня другие взгляды на жизнь. Я верю в Бога, не курию, не употребляю спиртное. Что делать в такой ситуации? Хочется общения с теми, кто меня поймет. Ну, кто поймет, это, конечно, человек такого же духа, к счастью, сейчас и разрешается, и проводится слеты молодежи. И у нас епархии, в других епархиях, и даже на уровне Зархата, где молодые люди могут познакомиться с такими же людьми, не пьющими, не курящими, порядочными, и с ними сейчас смартфон, интернет, переписываться. А если человек принципиально именем не пользуется, и грамотно написать письмо, ответить на это. То есть, ну, нужно каким образом действовать? Ну, и в народе есть пословица такая, с кем поведешься, то наберешься. И, к сожалению, много порядочных, особенно молодых, и детей, и молодых людей вот так вот распускаются, гибнут, когда связываются с непорядочной компанией. Поэтому надо очень-очень беречься этого. Одна из главных причин страданий на земле — это вот дурная компания. Связался порядочный человек и все, и стал уже таким же. Вот один из слободневных вопросов, на мой взгляд. Какую молитву нужно читать, чтобы наладить хорошее отношение со свекровью? Ну, есть такой совет обчинский, по-моему, старцев, что «Спаси Господи и помилуй Анну, Марию, как ее звать, ее святое имя молитвы «Помилуй меня, грешно». Вот такая молитва советуется, а если возраст позволяет ей здоровье, то еще и поклончик земной положить за нее. Ну, и с любовью надо относиться где-то и потерпеть. Особенно люди пожилые уже болеют, болезни вызывают и раздражение. Терпение – это, наверное, все-таки самое большое лекарство. Да. Вопрос о наказании ребенка является спорным и активно обсуждаемым. Одни считают, что наказывать ребенка ни в коем случае нельзя, другие уверены в том, что это необходимо. А как правильно с точки зрения православия, спрашивайте. Ну, нужно сказать наказывать, это славянское слово, то есть наставлять или воспитывать. Не воспитывать своего ребенка – это величайшее преступление. Величайшее. И это преступление аукнется потом, когда ребенок вырастет и будет, как говорится, весь башеном, не имеющим никаких тормозов, и вновь он слез и горе принесет своим родителям и обществу, и стране. Это техчайшее преступление и толкает на него наши, как говорится, непартнеры, которые знают, что, ну как, без оружия можно уничтожить страну. Не нужно воспитывать детей, а воспитывает их интернет. Сейчас бьют врачи детские тревогу, что очень большая смертность, именно смерть самоубийства. Дети вот начитаются в Телеграме или других каких-то тиктоках на советах и доходят до того, что окончает жизнь самоубийством. Такой слышал рассказ, что семиклассницы они наслушались, начитались от интернета и спрыгнули с девятой или с какого-то жала. Взяли за руки две девочки и оставили записку, что больше нет сил терпеть все эти все это нужно. Там надо учиться, надо, это надо, потом институт надо, потом работать надо. все таких им преподносили безрадостных красках, что они решили разобраться с жизнью пораньше, чтобы долго не мучиться. И с какой-то горе родителям, которые не смотрели и не занимались их воспитанием, не научили, не объяснили смысл жизни, что существо бессмертное, что закончил жизнь самоубийством, он найдет в ад прямиком на вечные муки. И вот, пожалуйста, пример него. Это же не единичное случай. Это становится эпидемией. Если мы не будем воспитывать, а это значит наказывать своих детей, то вот мы уничтожаем свою страну. Да, наказание тут, конечно, не имеется ввиду розгами, а наказание воспитывать. В первую очередь надо словом, любовью, лаской, но если действовать, ребенок не принимает розочка тоже нужна. Мне рассказывал мой старец, совет давал одному уже священнику, сейчас уже маститый священник, как воспитывать детей. Говорит, ты за провинность возьми хороший дубчик вырежь и за провинность серьезную пошлепай и положи наверх на шкаф. Чтобы дети. Да, и если он не слушается, вот, если не будет слушаться, сейчас тебе тоже опять дубчиком дам. И все это для ребенка тормоз. А когда не воспитывают ребенка, делает он что хочет, все его капризы удовлетворяют, он таким эгоистом растет, и он не понимает, в чем я виноват, я с детства так меня воспитали. Все мои капризы должны удовлетворяться. это один очень известный человек в Белоруссии, да и не только в Белоруссии, когда он сюда приезжает, в свой родительский дом, мы заходим сюда, вот, говорит, гвоздь, на котором висел ремень, который отец меня воспитывал иногда за правильность. большие, не то, что, кажется, за каждую ошибку ремнем, но за такие серьезные. И даже апостол Павел говорит, есть ли такой сын, которого не наказывал бы отец? Не хрекли слушать песни человека, который ведет далеко не благочестивый образ жизни, но в самих песнях нет ничего греховного? Возникает большой вопрос, если человек живет и неблагочестивый образ жизни ведет, он образ жизни воспевает в своих песнопениях. Может, там мата нет или еще какой-то похабщины, но те, кто его слушает, они воспринимают этот дух и становятся по жизни подобным на своего кумира. Поэтому, конечно, здесь надо очень быть внимательным. Как православная церковь относится к алкоголю и его употреблению? Ну, к злоупотреблению относится она негативно, как и обжорство тоже, то есть есть инстинкт самосохранения человеку, нужно подкреплять свои силы для того, чтобы трудиться, жить, радовать ближних своих на благо Отечества. Но если он, даже есть такое, такая пословица, говорит один человек, что я ем для того, чтобы жить, а не живу для того, чтобы есть. так вот в отношении алкоголя, есть освободить в Священном Писании, говорится, вино довеселит всех человек. Есть праздники, когда можно, можно, говорится, для радости не только духовной, но и душевной употребить в меру. Но если человек не знает меры, если у него тормоза в этом отношении, нет, то, конечно, и даже не приближаться и ни капли пить нельзя. Вот такое отношение православных. Целизоритель спрашивает, у меня затяжная депрессия, молилась своими словами Господу, легчало лишь на короткое время. Как боится от греха уныния и отчаяния? Грехи, уныния, отчаяния это средства других грехов. К сожалению, смертных, как правило, чаще всего это из-за грех не считается, блуд, прелюбодейство, другие всякие извращения, аборты. Вот это смертные грехи, которые наносят тяжкие раны нашей душе. И уныние, расслабление это болезнь души, которая страдает от грехов. Но есть средства в церкви, чтобы избавиться от этой болезни, это генеральная исповедь. То есть нужно сокрушение прийти к Богу и свидетелю, священнику, который будет на страшном суде свидетельствовать, что этот человек исповедовал смертные грехи и исповедовал свои все промахи большие. Тогда Господь дает благодать, он и вычистит свой, таким образом вычищает свой сосуд души, чтобы туда Господь мог влить благодать, радость. А без этого нет. Ну и, конечно, исповедь вот такая генеральная и причащение. Она помогает избавляться от этих тяжких последствий уже, грехов тяжких, уныния, депрессии. И вот я обращал внимание, наверное, и другие, что люди верующие, особенно в 20-е годы, 30-е, 40-е, они стойко переносили жесточайшие испытания. Ну может тоже было и где-то подали уныния, но не пребывали в нем. Они благодать Божьей молитвы, исповедь, причащение помогало им жить. Жить и даже моментами радоваться. Благодать Божьей, когда посещает, человек испытывает радость вне зависимости от внешних обстоятельств. Но когда этого нет, когда у нас все есть внешне и машина порой и дача и дома и чего только нету, а радости нет. Потому что душа своей не заботимся. Только о теле. И вот такой вопрос еще. Если упрощенный воскресенье человек не попросил прощения у своих близких, будет ли принят его пост? прощения? вы знаете, прощение нужно прощить тех, у кого оскорбил, совесть подсказывает, что ты обиден незаслуженно. Это постараться нужно простить, потому что это, как и раньше говорило, что человек обижающий ближнего, согрешающий против ближнего, он первую очередь вредит своей душе. Это заноза в душе. Заноза гноится, если ее не вынуть, не избавиться от нее. Поэтому обязательно нужно попросить прощения. Ну и конечно всех мы не можем, с кем соприкоснаемся. Есть такая традиция про что на воскресенье на службу вечером люди приходят друг у друга просят, звонят по телефону. Но повторю, что у всех невозможно. Но у тех, кто чувствует, что мы их оскорбили, несправедливо поступили, обязательно нужно попросить прощения. Иначе действительно пост наш не будет принят Богом и нам не будет радости. Ну что ж, дай Бог, чтобы все мы жили по заповедям Господним и тогда не надо будет прощения просить друг друга. Помоги Вас. И тогда радость будет на земле как Царствие Небесное, как в раю.